В моей голове до этого момента есть такие фазы мыслительного процесса, где я, это 90%, но опять-таки цифры все условные, где я не осознаю этого. И как в случае с пьяным другом нашим, который уже едет в другом поезде, в поезде, который не его, это все уже он едет, едет, но этого не осознает. Я уже в процессе, все, я уже в мысли, я уже захвачен мыслью. И вот когда мысль уже в моей голове вызывает возбуждение, это мысль, это волна, это уже возбуждение, то это возбуждение вызывает напряжение. И поэтому это напряжение я долго так в голове не буду, не смогу держать, даже физически, это не отвлекает, в этот момент становлюсь очень неадекватным, потому что это напряжение я, в этот момент полностью все мое внимание уходит на это напряжение. И в этот момент я теряю контроль над реальностью. И вот именно в этот момент, когда внутри у меня это возбуждение, я начинаю быть не скоординированным с реальностью и допускаю ошибку. Вот пример, народ за рулем. Человек допускает ошибку за рулем. И причина эта всегда одна – невнимательность. Это значит, что в этот момент, когда человек едет за рулем, и у него внимание не здесь, а где-то в внутренних процессах, например, у него болит живот, болит сердце, у него болит душа, потому что, заходите, пожалуйста, например, после конфликта он едет какого-то, да, и у него все возбуждение, или он пишет СМС. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!